Три, четыре, пять. Вот этот только теоретически может еще быть. Вот эти только будут. Вот это уже сои нет. Она абортировалась. По сои урожай будет в два раза меньше того, что ожидалось, рассказывает Василию Орлову глава колхоза «Луч» Владимир Ус. Сейчас в хозяйстве царицу Амурских полей обрабатывают фунгицидами, а также надеются, что август и сентябрь будут солнечными. Ивановский район – одна из территорий, где стихия нанесла наиболее сильный удар по сельхозплощадям. В итоге, сетует Владимир Ус, ситуация сложилась неоднозначная. С одной стороны, по одним культурам сегодня начали убирать зерновые. И как раз та зона, где у нас больше всего осадков были, ну, просто, можно сказать, очень тяжелейшая ситуация по уборке. Вода сплошная, поэтому, ну, там уже вроде как бы не изменить то, что есть. Самое главное – убрать, собрать. То, что касается по кукурузе, кукуруза сегодня отличная стоит, хорошая, справляется с этими осадками, влагу выносит. Я так думаю, что будет все нормально. Пострадали от стихии и аграрии Константиновского района. Там посевы соя уничтожил град, а также Тамбовского района. Обе территории посетил глава Преамурья. Сегодня утрачен урожай на площади в 5000 гектаров. Цифра не окончательная, рассказывает Василию Орлову руководитель агрофирмы «Партизан» Виктор Силохин. На данный момент идет заготовка, все-таки КРС держим, идет заготовка сенажа. Там условия, конечно, ну, готовим. Тут нам деваться некуда. 3000 тонн сена мы сделали. Первый укос, еще там у нас 300 гектар семенники сейчас уберем, тоже будет. Ну, и то, что скосили, мы подкормили. Укос второй будет по-любому. Ну, карманы мы обеспечим, кукуруза стоит неплохая. Конечно, зерновые так вчера попробовали. В принципе, если получится все нормально убрать, то так результат должен быть неплохой. Одна из проблем сегодня – отсутствие у пострадавших от стихии агрария в страховке. Ее оформляет лишь малый процент фермеров. На сегодня действительно достаточно низкий процент наших хозяйств страхует урожай. В прошлом году всего было два, в этом году 16 предприятий. Всего застраховано 44 тысячи из больше, чем миллиона посевных площадей. Но могу сказать, что эта ситуация характерна не только для Амурской области, она характерна для всей страны. Причина одна, что еще до конца не отработан механизм страхования. В Амурской области конкретно всего две страховых компании хотят работать на сегодня. И причем только одна имеет здесь офис вместе с руководством. А еще, говорят сельхозпроизводители, доказать факт ущерба сложно. Однако, как отметил Олег Турков, сегодня практика федеральных властей такова, что тем аграриям, кто не застраховал свои посевы, сумма выплат за потерянный урожай выплачивается лишь в 50-процентном размере. При этом от удара стихии пострадали несколько районов области. Ущерб нанесен почти 170 тысячам гектаров посевов. 169 тысяч пока на сегодня заактировано по пострадавшим посевам. Но могу сказать, что это не последняя цифра, потому что еще мы не везде могли заехать на поля, заактировать. И я думаю, что эта цифра изменится. Но в целом получается, что Тамбовский, Ивановский, Ромнинский, Октябрьский, Благовещенский, это все районы, но они все фактически находятся сегодня в этой атмосферной аномалии по осадкам. А если говорить про северным территориям, это Мазановский район, там, где прошла стихия в виде выхода рек, ну там полная гибель урожая, там реально все фермеры, которые по реке Зея, они все пострадали, там 20 тысяч гектаров просто уничтожены водой. На сегодняшний день сумма ущерба, которой нанесла стихия сельхозпроизводителям региона – полтора миллиарда рублей. Цифра не окончательная. На первый план выходит несколько вопросов. Первое – это вопросы страхования посевов, почему эта система не работает. Второе – это вопросы мелиорации и много-много других вопросов. У нас есть меры господдержки для сельского хозяйства, в частности, мы на закупку новой техники выделили субсидию на 250 миллионов рублей. У нас дополнительно 20% мы удешевляем приобретаемые новые сельхозтехники. Но вот сейчас предлагают аграрии перераспределить эти деньги или наоборот скорректировать их, или дополнительно профинансировать в отношении тех хозяйств, где стихия прошлась. Все эти вопросы глава региона обсудил на совещании с аграриями, которое прошло в Константиновке. В частности, было отмечено – один из способов значительно снизить ущерб от паводков и проливных дождей – заняться мелиорацией. За последние 30 лет в регионе за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система. Однако сейчас есть федеральная программа. Она позволяет возместить 65% расходов на эти цели. Также прорабатывается возможность возмещения половины затрат на проектирование и 10% на строительство мелиоративных систем из областного бюджета.